Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 15 июня, традиционно рассматриваем валютные пары евро-доллар и фунт-доллар, которые похоже начали ожидаемую нисходящую коррекцию. Цели по восходящему движению по большей части достигнуты не были, на полпути к этим целям пары встретили сопротивление и развернулись к снижению. Вероятное движение вниз тут продолжится еще какое-то время. Также рассмотрим пару доллар и иена, по которой восходящее движение также не реализовалось. Состоялся полноценный разворот вниз, который также имеет шансы на продолжение к новым локальным минимумам. Итак, евро по запланированному сценарию не пошел, остановившись на полпути к цели. По всей видимости уровень 1.1368 оказался непреодолимым сопротивлением, который не дал возможности паре развить восходящее движение, отправив ее вниз в рамках коррекции. К сегодняшнему дню котировки снова опустились к уровню поддержки на 1.1230, что вероятно дает основания отменить предыдущий сценарий. Судя по всему, имеются основания считать, что началось развитие нисходящей коррекции, которая еще может продолжиться некоторое время. Что касается актуального графика, если данное утверждение верно, то текущее сопротивление, расположенное на 1.1283, может быть протестировано и будет выступать основным препятствием для новой волны роста. В случае отбоя от уровня нисходящая коррекция продолжится к ближайшим уровням с первой целью на 1.1145 с потенциальным проходом до 1.1053. Отмена данного сценария и сигнал на возобновление восходящего тренда будет получен при пробое и закреплении выше разворотного уровня на 1.1368. Ну а основной сценарий по британскому фунту, хоть и частично реализовался, но развить полноценный восходящий импульс так и не получилось. Пара консолидировалась на уровне 1.2639, после чего попыталась вырасти, достигнув первой цели на отметке 1.2788. Но здесь цена встретила сопротивление, что привело к началу снижения. В настоящем моменте котировки уже опустились ниже разворотного уровня на 1.2508, что дает основание к отмене предыдущего сценария и переходу к сценарию с продолжением коррекционного снижения в ближайшее время. По актуальному графику, в рамках этого сценария возможен локальный рост к уровню текущего сопротивления, который ожидается на 1.2581, тест которого покажет дальнейшие перспективы пары. В случае отбоя от уровня, нисходящее движение продолжится к уровням поддержки с первой целью на 1.2287 с потенциальным проходом до 1.2235. В свою очередь, отменой данного сценария и сигналом к возобновлению восходящего тренда станет рост и закрепление выше разворотного уровня, расположенного на 1.2693. Ну и наконец, отмена предыдущего сценария состоялась и по японской иене. Пара ожидаемо снизилась к уровню поддержки, однако отбоя не случилось. Пара уверенно продолжила нисходящее движение, выйдя далеко за пределы разворотного уровня. Учитывая этот контекст, можно сказать, что предыдущие опасения о вероятности возобновления роста все-таки подтвердились. По актуальному графику, котировки опустились до уровня 1.0670, где импульс остановился и началась локальная коррекция вверх. Надо полагать, что движение еще имеет потенциал для продолжения, поэтому снижение в ближайшее время станет основным сценарием. Восходящая коррекция, вероятно, продолжится в район уровня сопротивления на 107.81. Отбой и закрепление ниже него откроет котировкам дорогу к новым локальным минимумам с первой целью в районе 105.99 и проходом до 105.73. Отмена сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня, расположенного на 108.45. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.